Всем привет, с вами Андрей. У нас Натхарт на повестке нет. Наш персонаж одиннадцатый уровень. Получается мужчина, турист, человек, поклоняемся и леди, у нас армор-класс минус десять, сто хп, 41 спелл пауэр. Автопикап у нас на золото стоит, мы ослеплены, у нас не перегружен, у нас есть дайгер экипирован, и мы эксперты в этом дайгере. Также в прошлой серии мы нашли, получается, нашего священника, что очень эффективно. Мы от него, скорее всего, будем играть. И как раз искал давно священника, чтобы мы могли просто более-менее спокойно двигаться дальше. Единственная проблема в том, что нам можно будет снять повязку на глаза, чтобы мы могли двигаться до него. Также мы можем приручить пони, но это... Мы можем отыграть сейчас, чем полезен священник и его алтарь нейтральный, ну, в нашем случае он нейтральный, а так он может быть любого вероисповедания. Он для нас очень большую роль сыграет, мы скорее сейчас попробуем переодеться, посмотреть, что у нас вообще в целом есть, выбрать лучшее из того, что есть, прозвонить все свитки, кольца, не кольца и так далее. Ну, то есть все, что у нас есть в наличии, мы сейчас все у священника прозвоним. Если найдем еще какую-нибудь... Ну, какую-нибудь воду наподобие фонтана, то мы и с фонтаном по взаимодействуем. В общем и целом крайне эффективная вещь священнике. Вообще, по сути говоря, все точки... Ну, то есть, вот вы идете, идете, идете по уровню, потом хлоп, нашли, например, алтарь. Не важно вероисповедание, вы можете его сделать своим, во-первых, вероисповеданием. Поэтому, то, чтобы это сделать, вам нужно принести в жертву, собственно, любой... Ну, достаточное количество тушек. Так, посмотрим, что у нас тут, собственно, мы переодели. Ну, по плащу, я думаю, понятно, что плащ, если он магический, мы у нас еще будем его использовать. Мы видим то, что у нас есть ботинки. Также есть щит. Попробуем снять щит наш тяжелый. У нас он 3 дает. Или физический дает плюс 2. Но мы, в любом случае, я думаю, будем от него отыграть. Хотя достаточно нежелательно оставлять щит здесь. Но все же. Смотрим дальше. У нас есть легкие перчатки. Снимаем легкие перчатки и одеваем легкие перчатки. У нас получилось нолик. То есть, они стандартные перчатки дают нолик. А Армор Класс плюс 1. Поэтому не актуальные перчатки. Смотрим дальше. У нас, если нажимать, ботинки еще есть. Валкин Бутс. Насколько я знаю, Валкин Бутс – это самые обычные банальные ботинки. Чтобы это узнать, во-первых, можно прийти к торговцу. Но торговец – это не наш выход. Потому что мы не можем определить. У нас цены постоянно прыгают. Из того, что мы турист. Как вариант можно попробовать? Ну, учитывая то, что вы не стали левитировать, когда одели. Значит, скорее всего, эти перчатки не… Точнее, не ботинки, не левитации. Мы можем попробовать попрыгать. Но мы не умеем прыгать. Нам об этом говорит персонаж. Тем самым, это не жамп. То есть, жумп, так называемые прыжки. Насколько я помню, с одного из стражников падала… Получается, эти ботинки. Это, скорее всего, обычные низкие ботинки, я так думаю. Поэтому, ну, ничего примечательного по ним я не могу сказать. Что касаемо питомца, мы его львом с собой возьмем. Хотя он, скорее всего, погибнет. Потому что у нас достаточно маленькое количество еды, которую мы можем ему выдать. И у нас… Не так много… Опять же, мы его даже приручить нам нечем. У нас нечем его кормить. Потому что ламбас он, скорее всего, есть не будет, я так думаю. Потому что это считается человеческой едой. А конь, собственно, это явно не человек. Да, видите, то есть он не ест ламбас. Хотя в экстренном случае он у вас ел бы. Но из-за того, что у нас нет для него еды, мы не можем приручить данным питомцам. Мы нашли магический портал. Магический портал – это, собственно, переход на наш квест. Ну, так называемую нашу квестовую локацию. Это отличный этажик. Почему? Ну, если бы мы еще нашли раковину хотя бы одну, либо фонтан, что лучше всего. Это прямо замечательный этаж был бы. Поэтому как-то так. Но он не ест ничего из этого. Вот три проциона, скорее всего, он не будет есть это мясное. Попробуем, конечно. Но я сомневаюсь, что он будет есть три проциона. Это, по идее, мясо, а он мясо не ест. Сообщение – что? Ну, ты как бы его пытаешься покормить, но, опять же, если… Да, то есть, видите, да? То есть, пони отступает. Говорят, поэтому мы не можем покормить пони очень плохо. Скорее всего… Блин, мы взяли и убили пони. Ладно, бывает. Теперь у нас есть чем кормить пони, но теперь это уже не актуально. Мы, кстати, нашли свиток эншан тармор. Свиток эншан тармор – это хорошая вещь. Хорн – это один из таких не самых дохленьких существ, которые вам постоянно будут мешать. В общем и целом рекомендуется его тушить. Можно быстрее. Мы, кстати, нашли непроклятый свиток, ну, зачарование брони. Все остальные свитки, кроме телепортации, убираем. Жалко, конечно, что пони убежала от нас, но это… Мы в кои-то веки нашли себе апельсины, мы смогли в следующий раз все приручить. Пробежимся… Я буду, скорее всего, от текущего этажа отыгрывать. Потому что выше нам нет смысла идти. Мы нашли ловушку. Это… Рок. Ну, это так называемая падающая ловушка с камнями. Глаз Орб – это одна из сфер, которая, может быть, крайне полезна, но она, может, крайне вредна. Она сможет убить. Это, если не ошибаюсь, тенгу должен быть. А тенгу, он благочестивый. То есть, он… Поэтому нам нужно с ним драться в любом случае. Кстати говоря, тенгу выпил какой-то potion, который мы не знаем. И его уровень вырос. Тем самым мы знаем, что Мажента, так называемая фиолетовая, вроде. Это potion experience. И тем самым в наш лист это добавилась информация. Исключение, если только мы встретимся с каким-то… Вот написано. Potion Gen Level, Мажента. Вот таким вот образом можно узнавать о том, что вас окружает. Мы перегружены. Я, честно говоря, не горю желанием Орб зажимать. Я не помню, что он дает. Я один раз его вроде как нажимал. Ну и не конкретный Орб, а вообще, в целом. Кстати, Орб проклятый. Если сомневаешься, лучше не нажимать. Убрали все potion. Смотрим, у нас тут кольца где-то еще валялись, но они все не опознаны, поэтому они не актуальны. Жалко, нет фонтанов. В принципе, тут фонтан ближайший от нас находится на… Мы на 11-м, фонтан на 9-м. Кстати говоря, у нас должна быть кирка в наличии. Это обязательно для любого восхождения иметь маленькую кирку с собой в инвентаре. Почему? Потому что она вам просто постоянно может быть нужна. Кстати, тут два роги на друга, их стоит дропнуть. В идеале найти какой-нибудь сундучок и все туда сложить. Это прям крайне эффективно будет. Даже если он на каком-то другом уровне будет, его стоит все равно положить. Посмотрим, что у нас в магическом портале будет находиться. Нам говорят, что тут много мобов. Кстати говоря, вода присутствует. Вода, она плохая. Я ни разу не был на текущей локации. Я смотрю, тут палочка лежит. Тут идут пещерные пауки, большие, они ядовитые, если их есть. Идет white potion, не white potion, а единорог белый. Идут кентавры. Они у нас лесные, они агрессивные должны быть. Также идет имп, он также агрессивный должен быть. Подождем, посмотрим, что будет происходить. Лесной кентавр, получается, экипировал лук, и на нас началась охота. Удивил. Удивил точную держку. Удивил. Удивил. Удивили. Ой, поле. Удивили. Удивил. Удивили. Удивили. очень много мобов я их еле-еле убил но все же мы я просто хотел сбежать но у меня не получилось сбежать из-за того что мобы не дали мне это сделать также нашли волчанку футурцион еще одно еще один свиток не опознанный второго уровня но если после так действительно второго уровня он сомнительный потому что это скорее всего свет но учитывая что у нас свет есть не ошибаюсь про про прочитан после второй уровень там только свет сейчас посмотрим конкретнее скрул я не вижу света здесь до света здесь нету его в принципе если это действительно второй уровень его можно поражать нас сильно просадили пхп лесных кентавров есть можно пауков как я говорил ранее есть в принципе тоже можно но если у вас есть сопротивление к яду получается стоит все таки восстановить свое здоровье регенерируемся немножко придем и у нас кентавр нарисовался очень много мобов причем много это мягко сказано какой-то по ушам лежит убираем по ушам объект детекшен еще палочка четвертого уровня палочки они вообще все опасные пока вы не знаете что они себя представляет особенно фигурка фигурка лесного кентавра я кстати говорят про фигурки вам не рассказал фигурка благословленная фигурка если вам повезет есть шанс того что фигурка будет фигурка в общем может стать вашим спутником что очень полезно особенно если я честно говоря в спутнике ни разу кентавра не брал поэтому я даже не представляю что он себя представляет но у нас очень много с собой еды поэтому стоит чем съесть стоит его половину выложить чтобы наша перегрузка упала убираем монеты на случай для приконов убираем волчанку важном хотя можно оставить вам бас стоит убрать скрол убрать неизвестный четвертую палочку убирать если она действительно четвертого уровня и нежелательно убирать кстати говоря по ушам объект монстр можно будет смыть глаз орб стоит убрать ну потому что нам элементарно не нужный глаз орб обычно много вещи что касаемо ламп лампа нужно сейчас будет снять чтобы она не отсвечивала посмотрим что у нас в целом в адвентаре присутствует нос и яйца кстати можно тоже выложить вообще яйца они сомнительные поэтому если у вас есть питомец как вариант можно яйца ему управлять сами например жира и есть вот этот репарационный слива конфузия нужна но самый безопасный способ получить конфузию до забытые заклинания потому что они элементарно вам больше пользы принесут чем вы мы нашли мы видим непроклятый рунический короткий меч как вариант можно использовать его взять во вторую руку за место дайгеров лесных попробуем качать и эти мечи может нам что-нибудь что касаемо других дайгеров но в принципе они неплохие но смотрим количество наших дайгеров 12 штук 12 штук я думаю если мы еще их и баф ним то я думаю они прям там вообще в космос улетят поэтому я не думаю что они нам нужны вообще в целом дайгер если я правильно понял наш враг это пещерные вот эти большие пауки пещерные пауки и собственных кентавр кентавра желательно прозвонить кто такое не представляю кто это такое я не знаю я я что-то первый раз такое вижу но это скорее все а ягода кажется знаю кто это это наверное этот какие-нибудь водные существа с которыми я еще не сталкивался а это пиранья это наверное пиранье но пиранье она сомнительная сколько раз не сталкивался она ничего есть особо по крайне я с ней не сталкивался я первый раз не сталкиваюсь пытается телепортироваться но ему это не дает сделать защита локации стоит от телепорта получается с кентавра выпал с кентавра выпал этот лук и стрелы в принципе они не нужны если сможем ли мы эту фигурку поднять вот в чем вопрос да мы смогли фигурку поднять фигурку надо во первых прозвонить на полярности и выкинуть деггер и не забыть который у нас присутствует кстати кентавр для нас не агрессивный почему-то видимо у них рада у ноут это пасы фул это соответственно он для вас не тралин поэтому у нас не атакуют это кстати такой кентавр у нас получается то есть равнинник какой-нибудь мы телепортировались обратно у нас тут я как говорил ранее фигурку стоит только благословить фигурка не проклятая ее желательно благословить чтобы перед тем как использовать чтобы использовать фигурку надо нажать команду опле и прожать в сторону собственно уже самой фигурки кстати говоря у нас есть два чистых этих зельица стоит их прозвонить также у нас есть еще по уши на которые хотелось бы смыть полушин они не состакиваются заразе но это фиг бы с ними мы в любом случае будем состакивать можно нашли еще три стрелы зачем-то с собой тащим три стрелы стоит выкинуть потом будет что касаемо можно ли смыть полушины в этом я их пробовал смывать вещи вообще в целом в той воде у меня ни хрена не получилось поэтому не рекомендуется их смывать если есть возможность лучше через команду дип мы делаем себе еще плюс одну воду потом через команду опять же дип мы фигурку кентавра которая у нас присутствует в иноментаре который мы подобрали снова мы ее дипаем и делаем ее благословленным убираем святую воду потому что она не нужна чтобы она не состакалась ее можно отдельно положить либо как-то переименовать по другому у нас есть была благословленная фигурка кентавра есть шанс на то что кентавр станет для нас мирным поэтому мы нажимаем команду опле в моем случае это буковка а и выбираем сторону куда мы хотим его поставить кентавр оказался мирным он приручен на лесной кентавр теперь вместе с нами это отлично кентавр мы можем его также посмотреть что он себе представляет начальный статус с помощью стеноскопа у него 7 уровень 21 хп что едят кентавры я не знаю поэтому я думаю сейчас попробуем в него кинуть тип рацион который у нас присутствует пять штук будет ли он его есть да он его есть то есть получается мы можем смелый кентавров мясом кормить без проблем они будут его есть это хорошо единственная проблема в том что кентавра желательно беречь потому что он нам может помочь позже и кстати говоря кентавра нужно притащить с собой для этого нужно использовать магический свисток чтобы и при переходе то есть кентавр своевольничает дропаем стрелы которые нам не нужны в данный момент там еще есть один кентавр стоит на него немножко согрессировать а хотя он нейтральный для нас нам не смысл на него агрессировать два даггера мы тоже выкинули безры это лук не лук нам не актуально я первый раз в текущей локации я в основном доходил рыцарем и дальше это скалопендра если не ошибаюсь поэтому она для нас не особо сильно опасно мы нашли кстати говоря ключ так называемый кей но у нас кентавр что-то с ума сходит так далеко то подползи поближе это летучая мышь если не ошибаюсь да вампир бат больно бьющая зараза вампир отступает но кстати говоря у нас забрали один уровень потому что вампиры имеют свойство высасывать уровень тем самым у нас мы потеряли один уровень за кентавр зараза мы уничтожили призрака который нам мог дать уровень и кентавр съел этого призрака и тем самым он получил наш уровень то есть у него теперь уже восьмой уровень хотя был до этого меньше он по сути никого не убивал поэтому кентавру тут я смотрю свиток телепортации нам еще смог подогнать мы потеряли уровень но все таки в конечном итоге смогли его мы видим еще одного призрака призраков надо бить самым сильным что у вас есть защита от призраков по сути говоря нету и есть рандомные шансы то что они оставят трупы при поедании призраков вам дадут уровень есть их можно без проблем есть их можно без проблем не понял так как один из призраков какой то меня трогает в данный момент я честно говоря даже первый раз кто это может быть проблема призраков в том что их не видно у меня они не отображаются никак лампа не магическая но она вам не актуальна единственное как источник света могла подойти кентавр не ест труп хотя это очень плохо ему бы желательно его съесть но он видите он его не хочет есть лампа не магическая она мне актуальна как я говорил ранее мы будем качать рунический даггер у нас короткий меч у нас он смотрим присутствует ли у нас он в наличии да у нас он присутствует так называемый short sword присутствует короткий меч мы можем его прокачать тем самым мы его в данном экипировали наше сильное оружие конечно не короткий меч но все же у нас тут плохо что кентавр не отравлено сопротивление к яду не имеет мы нашли еще зеленый по ушам но мы не знаем что за по ушам пить его конечно нежелательно потому что мало ли что там может выпиться очень много здесь нежити непонятно что и себе представляет если честно мы нашли гигантского паука который с которым мы подрались мы дрались с нашим кинжалом тем самым мы ну я думаю ежу понятно что чтобы нам в ту сторону перейти нам нужно что-то либо левитации либо хождение по воде может быть вот поэтому как то так что касаемо левитации или хождение по воде можно найти если например левитация можно выпить по уши на левитацию а из хождение по воде нужно конкретно ботинки кентавр там с кем-то дерется наш кентавр дерется с другим кентавром что-то мне подсказывают что они сейчас его шлепнут поэтому мы не рискуем просто притязкиваем к себе нашел ловушку кентавра но нам нет смысла здесь качаться в принципе перейти можно чисто теоретически по диагонали то есть вот так вот прямо а кстати small mold это еда для получается как объяснить ну в общем для вегетарианцев плесень одна из плесеней наш персонаж проголодался кентавра бьет стрела то есть видимо на какую-то ловушку там опять попал есть защита от телепортации на текущем уровне неизвестный свиток его лучше не читать наш кентавр опять с ума начинает сходить мы его телепортируем к себе чтобы он с ума не сходил мы видим то что тут тупик нам нет смысла тогда драться меняем оружие мы убили вдвоем точнее кентавр убил по сути говоря а я просто присутствовал мы нашли палочку креат монстр креат монстр креат монстр это отличная палочка кентавр пускай есть единорога он да возможно удаст ему сопротивление к яду ну он ему сто процентов удаст но не фуловые тем самым там он процентов двадцать вроде ему может дать по крайней мере у него теперь будет сопротивление к яду у кентавра нашего на нем и на кентавре также можно ездить но для этого нужно во первых седло желательно благословленные если проклятая вы не сможете спешиться скорее всего кентавра еще до сих пор ест это какой-то ты долгий а кстати говоря кентавра можно бахнуть на скорость что нужно сделать но нам нужно тогда шлепать к себе на базу точнее вот на тот уровень который у нас был и кентавру интеллекта не хватает поэтому мы его просто призываем что-то там произошло я так не понял что кентавр перешел он прыгнул сразу в телепортирующую ловушку я надеюсь ты не будешь пытаться пилигрима шлепнуть это будет прям печально если он это будет пытаться сделать но рано или поздно он его шлепнет что очень плохо почему потому что ну большинство случаев там стоит защита от телепортации то есть вы не сможете скорее всего телепортироваться оставляем убираем этот оставляем проклятый свиток телепортации убираем проклятый и еще неизвестный пол так смотрим у нас есть палочка криот монстр как вариант можно попробовать ее использовать также у нас есть дарк дарк поушен который тоже хотелось бы прозвонить но учитывая то что проблема в том что мы не знаем точно что это за поушеном то есть если мобы их не не будут юзать мы просто не узнаем что это за поушеном поэтому мы в любом случае из них будем делать святую воду чтобы нам просто было покомфортнее шлепнуть у нас есть палочка криот монстр как вариант стоит ее попрожимать единственная проблема в том что она нам может большие проблемы создать да вот вы видите да то есть кентавр сразу перехватывает ризард начинает отступать мы кстати бьем его нашим этим и тем оружием которым хотелось бы я вообще хотел поприносить мы нашли гном его волшебника вот он сбежал блин ну сбежал в общем вот волшебник я не вижу это земляной элементарь скорее всего но он для нас нейтрален то есть исключение может конечно на кентавра кстати какое у него исповедание надо посмотреть не апли берем стеноскоп и на кентавра как кентавр хаос он с ним будет конфликтовать в любом случае но земля ну очень тяжелый в плане урона но его можно убить собственно и всех остальных мобов как вариант бафнуть сейчас кентавра если у нас есть палочка скорости я надеюсь посмотрим если у нас вообще в наличии у нас нет наличия палочки скорости поэтому мы не можем бафнуть да собственно они между собой дерутся но мы не можем а кентавр что сказать погибнет следующим ударом земляному вообще давно начихать поэтому ну в чем плюс кентавра он может одевать снаряжение какое то то есть вы в теории можете дать кентавру доспех не доспех он его оденет и будет потолще для этого нужно ему просто положить их под ногами грубо говоря и он тогда его будет одевать если найдет его предпочтительным вот видите то есть он надел легкие перчатки кентавр а ноги ноги наверно он не сможет одеть но я думаю это логично почему собственно ноги мы ему не отдаем потому что ну у него копыты я думаю это логично все остальное мы его в принципе кентавру можем отдать пускай носит смотрим на армор класс кентавра у него армор класс 2 уже то есть у него он может носить доспехи ну верхнюю часть по крайней мере кроме ботинок разумеется поэтому мы можем его экипировать единственная проблема в том что нам бы его уметь лечить но это прям мечта мечта но у нас так пока нет ни одного ни книжки ничего чтобы мы хотя бы могли хоть что-то хоть как-то попытаться креат монстр собственно мы повысили скилл оружие короткий меч прокачиваем его фиолетового грибака я говорил ранее есть можно но он дает вам галлюцинации галлюцинации можно снять благословленным рогом единорога ну либо обычным но главное чтобы не проклятым с ягуан и он дерется кентавр не знаю насколько он думает что он сильный я вообще палочку хотел использовать для этого для для ну так получилось у нас для прокачки кентавра мы нашли гигантскую батле гигантская собственно жук он ядовитый то есть у кентавра сопротивление к яду до сих пор нету что но не стал есть у это самый мусорный мопа это этот как объяснить квантовый механик он называется по английской версии в общем целом ужасный лоб он постоянно вас телепортирует если у вас нет сопротивления ну точнее контроля телепортации у нас его нет в общем целом 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 в общем целом